Владимир Фисенко уже с нами на связи, мы тоже эту тему будем с ним обсуждать. Владимир, здравствуйте, рады приветствовать. Да, добрый вечер. Да, Владимир, вас тоже на всякий случай предупрежу, в случае, если начнется Рамштайн, онлайн-пресс-конференция, вместе будем смотреть ее, хорошо? Сразу же по ее началу. Ну а пока что, Владимир, расскажите, пожалуйста, ваши ожидания, потому что самый главный вопрос, конечно же, тяжелое вооружение в виде танков, передачи танков, танков Леопард-2. И вот почему-то, но по каким-то причинам, все-таки уже большинство стран за и готовы к этому шагу, но все ждут решения Олафа Шольца. В чем причина, как вы считаете? Ну, так сложилось, что Германия является производителем, пожалуй, ну, судя по оценкам военных экспертов, самого эффективного танкового оружия, вот танки Леопард, Леопард-2, они считаются наиболее эффективным образцом танкового оружия сейчас, потому что, например, вот американские Абрамсы более тяжелые, более сложные в использовании, более энергоемкие, да, а это вот как раз по параметрам и эффективности использования ресурсов наиболее оптимальный вид танкового оружия на сегодня. Ну, это по оценкам военных экспертов. Германия – производитель этих танков. Ну, и Германия все-таки в Европе и по своим масштабам, и по ресурсам ключевая страна. Поэтому, и вот тут уже политические обстоятельства. Колебания Германии в вопросах поставки оружия, они ведь были и до войны. Я напомню, что до 24 февраля прошлого года Германия вообще не поставляла Украине какое-либо летальное оружие, любое, даже стрелковое. А сейчас уже поставляют и артиллерию, и системы ПВО, боеприпасы. По танкам, да, вот перед этим был очень, я застал как раз часть предыдущей программы. Действительно, вот красные линии, которые существуют в сознании политиков и американских, особенно европейских, их приходится постепенно преодолевать. И вот одна из таких качественных красных линий в Германии – это танки. Есть дискуссия внутри правящей партии с ДПГ, в коалиции из трех партий, которые сейчас правят в Германии. Там разные точки зрения. В общественном мнении есть разные мнения. И это обуславливает и колебания канцлера Шольца. Он, знаете, как флюгер политический. Ну, и тут нет ничего негативного в такой оценке. Это отражение сути политиков такого типа. Они реагируют на колебания общественного мнения. Вот и он тоже реагирует. Он колеблется. Я вот вчера разговаривал с нашим бывшим послом Германии, с некоторыми другими дипломатами украинскими, нынешними и в прошлом. И вот рассказывали, например, что на решение канцлера Шольца о поддержке статуса кандидата в члена ЕС для Украины было принято чуть ли не в последний момент. Во многом под воздействием коллег, с которыми он вместе посещал Киев. И вот сейчас очень похожая ситуация. Чем и важен нынешний Рамштайн, это, я бы сказал, политико-психологическая подготовка Германии к тому, что все-таки надо поставлять танки Украине. Пока, судя по всему, будет половинчатое решение. Такое палеотивное, компромиссное. Германия не будет возражать против поставок танков, в том числе леопардов, другими странами европейскими, которые уже готовы это сделать. А немцы еще, скажем так, выдохнут, проведут последние консультации в своей коалиции. Там новый министр обороны. Вот хорошо, что он поучаствовал в Рамштайне. И после этого, видимо, уже будут окончательно определяться, как они сказали, проверят запасы. Сколько у них леопардов у себя в запасах и в их ресурсах. Сколько надо у себя ставить, сколько могут поставить. Вот после этого, видимо, начнутся и поставки этих танков в Украине. Во всяком случае, так было с другими видами оружия. Вот, знаете, танк — это, в принципе, боевая машина, особенно нужна для наступательных действий. В свою очередь, мы видим предоставление и артиллерийских систем, ракет, боеприпасов. То есть, ну, в принципе, Германия, она сейчас прямо поддерживает Украину в данной войне, в данном конфликте, в данной российской агрессии. Но у меня тогда возникает вопрос. О чем говорит тогда Олаф Шольц, учитывая, что он не хочет прямой конфронтации с Российской Федерацией, а передача каких-то боеприпасов, просто помощь, любая помощь Украине? Чем отличается предоставление танков, который бьет на 2,5 километра, я напомню, 2-3 километра бьет точечно, от каких-то других мин, либо же другой помощи? Ну, тут проблемы и политические, и психологические одновременно. Надо еще и принимать во внимание, вот тоже это объясняет позицию Германии, очень осторожную, более осторожную, чем у многих других европейских стран, это комплекс вины за Вторую мировую войну. И особое отношение еще в недавнем прошлом с Россией. Германия, у которой действительно остался вот этот комплекс вины, они очень осторожно относились к поставкам оружия воюющим странам. Отсюда было вот это табу на летальное оружие для Украины. Отчасти вот эта инерция, она продолжает действовать. И сейчас речь идет не просто об опасениях эскалации. Вот тоже вот в предыдущем репортаже, в предыдущей программе об этом очень хорошо было сказано, я не буду повторять. Это вот такое, знаете, опасение, что если будут давать наступательное оружие, а танки считаются наступательным оружием. Все-таки системы ПВО и даже артиллерия преимущественно считаются оружием оборонительным. Да, можно использовать и в наступательных целях. В конце концов, вот С-300, С-400 России используют и для ракетных атак против Украины. Но все-таки это считается в основном оборонительным оружием. А танки – оружие наступательное. Вот это вот, видимо, проблема, которая связана с поставками танков и авиации. Опасение, что если будет наступательное оружие, то Германия может нести, по мнению Шольца и ряда, ну скажем так, части немецкого общества, будет нести ответственность за эскалацию войны. Это психологический комплекс, на мой взгляд, с политической подоплекой. Его надо будет преодолевать. К сожалению, на расстоянии не ощущается, что каждый день гибнут сотни людей. И не только на фронте, но и в результате российских атак по украинскому тылу, по нашим городам, по нашим энергетическим объектам. На расстоянии через телевизор это ощущается слабее. Именно поэтому, кстати, важны визиты в Украину. Но важно, что уже в Германии эта дискуссия идет. Не только вокруг Германии. Давят на Шольца не только извне. Там президент Польши, вот уже и Нидерланды. Нидерланды даже уже говорят о возможности поставок самолетов в Украине. Франция, да, давят уже внутри. Коллеги по коалиции, христианские демократы, как главная оппозиционная партия в Германии. Давление уже идет и в Германии. Поэтому я думаю, что через некоторое время решение все-таки будет принято. А пока Германия постепенно, постепенно соглашается на то, что танки надо поставлять. Этот психологический комплекс просто преодолевается не одномоментно. Увы, но на это приходится делать поправку. Вы знаете, у них какой-то такой половинчатый комплекс вины. Вот комплекс вины, вы сейчас говорите про оружие. А комплексы вины про Северный поток, когда они заявляли о том, что это бизнес-проект и никакого отношения к политике не имеют, а это стало мощным инструментом давления со стороны Кремля. Ну, что-то комплекса вины по этому поводу не слышно. Я бы хотела... Я неоднократно. Я, знаете, еще в 17-18 году вместе с коллегами бывал несколько раз в Министерстве иностранных дел Германии. Я всегда, когда бывал на этих встречах, задавал вопросы о нордстримах, о северных потоках. Ответ был такой. Это не позиция немецкого правительства, это интерес немецкой экономики. Ну, дешево, выгодно. Но политически тоже, на самом деле, тоже были такие расчеты. Вот бывший министр иностранных дел, сейчас президент ФРГ Штайнмайер, он в этом плане покаялся, признал ошибку. Меркель до сих пор, вот, к сожалению, хотя уже частично тоже начинает признавать определенные ошибки, но все-таки не так решительно. А в чем была суть ошибки? Они считали, что если вот торговать, Германия получает выгоду относительно дешевый газ, и они подсели на эту газовую иголку в прямом и переносном смысле. Но при этом они считали, что Россия, которая будет так активно торговать с Германией, с Европейским Союзом в целом, она не будет воевать. Вот такая была теория. Эта теория была опровергнута практикой, к сожалению. Поэтому я думаю, что вот про комплекс вины мы говорим. Некоторые немецкие политики уже ощущают, вот как Штайнмайер, они уже ощутили этот комплекс вины. Это была политическая ошибка, которая привела к новой большой войне, от которой сейчас страдает Украина, но которая является огромным вызовом для безопасности Европы. Поэтому я думаю, определенный комплекс вины у них тоже уже появляется, и по этому поводу. Но его надо помогать преодолевать. Это, знаете, как работа психотерапевта с клиентом, уж извините за такую аналогию, мало объективных обстоятельств. Надо помочь преодолевать такие комплексы. И мы это делаем, вот у наступательной украинской дипломатии, наши партнеры в Европе помогают Германии преодолевать эти комплексы. Да, и не только мы помогаем. Я так понимаю, что пропагандисты российские тоже в этом очень активно участвуют. Мне интересно просто, насколько помогает принимать решение немецкому правительству, если им наверняка, у них есть там советники, которые переводят то, что льется с пропагандистских каналов. Причем, ладно, там Соловьев, но там же и действующие политики об этом говорят. Вот недавняя их серия очередных залпов в сторону Германии и Франции, да, что они куда не войдут и на как долго они войдут. Интересно, это влияет на их решение? Потому что если они говорят, торговать будем, нас не будут трогать, ну тут тоже, знаете, не дадим танки, всем отрикошетят, а мы вроде бы как за северным потоком там спрячемся. Это иллюзия, да. Это струсиная политика, это иллюзия. Ну, слушайте, я вот помню еще до 2014 года, ну мне приходилось бывать в Москве, последний раз был вот в России как раз в 2014 году на конференции в Питере, а еще раньше, вот я помню, я сам видел машины с надписями, особенно перед 9 мая, да, на Берлин. Вроде бы это напоминание там о событиях 45-го года, прошлого века, а на самом деле, как сейчас вот практика показывает, то, что Соловьев говорит, у них же это осталось в сознании. И да, если сейчас их не остановить в Украине, они пойдут дальше, пойдут на страны Балтии, на Польшу, и у этих придурков хватит мозгов, если их не мозгов, а их отсутствие скорее. Если их не остановить, они пойдут и на Берлин, потому что у них это, знаете, как программа, агрессивная империалитическая программа, которая заложена в них, вот этим империалитическим сознанием, ну и той политикой, которую проводит Путин и путинской пропагандой. Так что да, вот я думаю, что сейчас часть немцев, не все, наверное, но часть немцев начинают это понимать. В свою очередь... Поздно, но лучше поздно, чем никогда. Да, вот, Владимир, смотрите, уже сообщают, что на встрече в формате Рамштайн не было принято решение про предоставление Украине танков «Леопард-2». Об этом сказал министр обороны Польши Марьюш Блащак. Он, в свою очередь, заявил, далее цитата, что уверен, что создание коалиции завершится успехом. Ну вот видим, что все-таки в формате Рамштайн, как видим, но это предварительный месседж от Марьюша Блащака, что все-таки не договорились. А чего, а что тогда переубедит Олаф Ашольца в таком случае, если даже такое не действует? Перед этим было сообщение. Во всяком случае, я читал сообщение, цитату из выступления нового министра обороны Германии, где он сказал, да, решение о поставках танков сейчас не принято, о том, что Германия будет поставлять танки, но Германия не будет препятствовать этому со стороны других, делать это другим странам. Понимаете? Поэтому, скорее всего, будет вот такой компромисс. Это половинчатое решение. Пока немцы не готовы. Да, вот это их внутренняя проблема. Скорее всего, должно быть коалиционное решение. Это уже скорее вопрос внутренней политики. И, конечно, надо продолжать давление на немцев. Как вот раньше, ведь они не сразу начали поставлять артиллерию, тяжелое оружие, не сразу начали поставлять нам системы ПВО. Но обратите внимание, тоже очень показательный момент. Да, они сейчас не готовы пока, думаю, в первую очередь, психологически не готовы к поставкам танков. Но, может быть, тут есть еще какие-то внутриполитические обстоятельства. Шольц должен красиво вырулить, чтобы это не выглядело, что он как бы сдался под давлением. Я думаю, тут должно все это выглядеть иначе. Но немцы заявили, это, знаете, как компенсация, что они будут поставлять сейчас очередной пакет военной помощи от Германии в размере миллиарда евро. То есть военная помощь будет, но пока без танков. Но процесс идет таким образом. Что поделать? Так было и в прошлом году. Опять-таки, по артиллерии, по системам ПВО это не сразу случилось. Когда наши партнеры увидели, что действительно в этом есть огромная, просто предельная необходимость, чтобы были поставки боеприпасов, артиллерии, а потом и систем ПВО. И наша активная дипломатия. Вот давление уже идет, поэтому вода камень точит, а сейчас это не вода, это давление, политическое давление Украины и наших союзников. Я думаю, что оно, пусть не сейчас, через некоторое время, но принесет результат. Про давление, кстати, наших союзников. Вы Польшу вспомнили, премьер-министр Польши Мариуш Моровецкий также поставил ультиматум, я его тоже процитирую, Польша либо получит разрешение на передачу Украине немецких танков, либо мы сами поступим правильно. То есть время для жестких кардинальных решений. Что в их понимании будет правильным? Насколько они могут нарушать какие-то общепринятые нормы в рамках Евросоюза? Ну да, тут есть вопросы договоренностей, надо согласовывать поставки оружия с их производителем, потому что были свои правила ограничения Германии. Вот сейчас тоже одна из таких тем это ограничения, которые существуют для Швейцарии как нейтральной страны, хотя тоже парадокс. Нейтральная страна, но производит оружие. Ну там ограничения касаются поставок оружия воюющих в регионах, где идет война, но уже Швейцария уже несколько раз фактически нарушала этот принцип. Поэтому вот и случай с Германией. Поляки, я думаю, предупреждают, что они могут поставить оружие, даже если Германия скажет, что не будет поставлять. Насколько тут велики и значимы какие-то нарушения, я не беру судить. Это деликатная тема, это такой непростой политико-правой вопрос, международно-правой вопрос, но здесь речь идет не просто о политике и не просто о нюансах международного права. Речь идет об огромных проблемах и вызовах международной безопасности. Поэтому поляки предупреждают, мы будем действовать по обстоятельствам. И скорее всего, я думаю, что в той или иной форме, но мое ощущение, что Германия пока сама воздержится от поставок, но она даст добро, даст согласие на то, чтобы другие страны, у которых есть танки Леопард-2, чтобы они могли эти танки поставить Украине. В свою очередь также стоит отметить, что я правильно понимаю, все идет к тому, что в итоге не будут дожидаться разрешения Германии. И в итоге, что в принципе хотели как-то по-бюрократически все поступить, но в итоге получится так, как примет большинство решения. Правильно? Ну, бюрократия здесь тоже будет, но бюрократия в том смысле, что Германия не будет пока сама. То есть она откладывает это решение. Скорее всего речь идет об отложенном решении. То есть коалиция, правящая в Германии, должна согласовать решение, сколько танков поставить, когда. Ну, опять-таки, тут есть, скорее всего, обстоятельства, так, чтобы Шольц не выглядел лидером, который принял это решение под давлением. Вот мое такое вот ощущение, что тут есть такие нюансы эмоционально-психологические. Они примут это решение самостоятельно, чтобы Германия выглядела как бы страной, которая самостоятельно это принимает решение, а не под давлением. Но при этом Германия не будет возражать, ну, или в той или иной форме это будет и юридически как-то оформлено, чтобы другие страны, в том числе Польша и еще несколько стран европейских готовы уже поставлять танки «Леопард-2», чтобы они могли это сделать. Как это будет оформлено, посмотрим. или это, может быть, будет неформальное некое позволение со стороны Германии. Пока сложно сказать, но мне кажется, скорее всего, события будут развиваться именно таким образом. Редактор субтитров А.Семкин